Пятый канал представляет Подожди, давай еще Да ты маньяк, сексуальный маньяк Субтитры сделал DimaTorzok Борь, что-то случилось? Случилось? Еще как случилось Вот посмотри, прочти сообщение Если в течение трех дней не соберешь три миллиона рублей Это увидит твоя жена и весь интернет О времени и месте передачать денег сообщи позже Ничего себе Это ты подстроила? Борь, ты чего? Мы все время вместе были Кажется, отсюда снимали Ну да, вроде-то стола В детективное агентство обратился ректор архитектурно-строительного вуза Карташов Борис Семенович Познакомьтесь, это мои помощники Аня и Дима Очень приятно Присаживайтесь Ну, в общем, тут такое дело Как бы это сказать Мне нужна ваша помощь А помощь в чем? В общем У меня есть любовница И вчера мы с ней встречались в моем кабинете Кто-то снял это на видео Вот Если в течение трех дней не соберешь три миллиона рублей То увидит твоя жена и весь интернет О времени и месте передачи денег сообщу позже Я не знаю, кто это мог сделать Теперь от меня требуют деньги У меня таких денег нет Я взяток не беру Недавно лечился за границей Ну, туда все деньги ушли Да деньги-то все равно Шантажисту платить бессмысленно Никогда не остановится Вот поэтому я прошу вашей помощи Помогите Помогите Я предлагаю сделать так Сейчас поехать на место, скажем так, преступления Все внимательно осмотреть Возможно, обнаружим камеру, с которой велась запись Попробуем снять отпечатки пальцев Ну, заодно и поговорим еще раз Собирайте технику, поехали Ну что ж, едем Пусто Однако же видеозапись как-то сделали Могли сначала сделать видеозапись, а потом демонтировать оборудование Согласно журналу сдачи помещения на сигнализацию Последним, кто сдавал этаж на охрану, были вы И после вас больше никто не входил и не заходил Ну, значит, оборудование демонтировать не могли А видеозапись есть Как же сделали? Ну, разве что Что? Ну, а что, если сделали дистанционно через веб-камеру вашего ноутбука? Хотя Хотя в этом случае, ну, что бы они сняли? Ноутбук же так стоит, когда вы работаете? Нет, нет, нет Вчера камера смотрела как раз на диван Вот Ирка Вот дрянь Я недавно сказал, что разводиться не буду Вероятно, она пошла ва-банк Встречаться? Да, хорошо, да Завтра жду тогда Давайте в одиннадцать договоримся Все, был очень рад, очень рад Всего хорошего До свидания Уже все ушли Сладкая моя Присаживайся, у меня для тебя сюрприз Присаживайся Ну, где же сюрприз? Мой тигр Тихо Значит, вчера ноутбук стоял вот так Ну, тогда запись сделана с помощью вашего собственного компьютера Нет, нет Ира этого сделать не могла Ее потолок хороший кофе Ну, камеру куда надо направить? Значит, она с кем-то в сговоре Согласен Здесь, скорее всего, работал хакер-профессионал Хотя, может быть, просто случайность Сейчас много мошенников Которые шарят по чужим компьютерам в поисках чего-нибудь интересного Да что мне интересно Учебные планы Нет, это Ирка, точно Вы мне, пожалуйста, найдите доказательство Я ее в миг уволю Значит так Дим, тогда с тебя IP-адрес Откуда далась запись Аня, а ты собираешь информацию на Иру Как ее полные данные? Ирина Павловна Савельева 1986 года рождения Борис Семенович А мы поедем к вам домой Посмотрим ваш личный компьютер Тебя отпустят? Ну, наверное, нет Я что-нибудь соберу Черт подери, а Алексей Викторович, прошу прощения Я оставлю вас на минутку Вы пока в комнату проходите Так Почему снова здесь? Я же запретил Пап, что такого, а? Мы просто чай зашли попить Мы уже с тобой это обсуждали Вон из моего дома Боря Ладно тебе, ну что такого Но дети гуляли Просто чаю зашли попить Ну что? Я не против прогулок Но только не с ним Я тут вспомнил Что мне сейчас важная встреча Спасибо за чай Слушай, Дим Неужели Кардашов так на любовницу тратится? Вообще на зарплату секретарши особо не разгуляешься Может кредиты? А может, Кардашов прав? А на взговоре с кем-то его шантажируют Может быть вообще не его одного А я думаю, мы скоро узнаем с кем Я нашел компьютер, с которого велась запись Аня, пробей, пожалуйста Кто живет по адресу Лодочная 3-44 Прошу прощения за сцену Этот Сергей просто достал Настя не любит Но понял, что мы ради дочери Готовы на все Прилип к ней Она слушает его Любит, как дурочка Прошу Так, значит Я нужен вам ноутбук Сейчас Светуля, принеси ноутбук, пожалуйста Раньше послушная девочка была Сейчас дерзит Провалила экзамены в вузе Врет К детективам обратился за помощью Ректор архитектурно-строительного вуза Карташов Борис Семенович Карташова с его собственного ноутбука Дистанционно засняли с любовницей Во время их интимной встречи И требуют 3 миллиона рублей Иначе видео отошлют жене И выложат в интернет А еще враги у вас есть? Да, я думаю, что многие Метят на мое место Тем более сейчас Пере избрание ректора вуза Конкуренция дикая То есть, если эту видеозапись Опубликовать именно сейчас, то Да, да, да Это будет прекрасный повод Меня не переизбирать Получается, надо собрать деньги Придется машину подавать В дом брать А если Если подложить Куклу и радиомаячок Я видел, в кино так делают Я боюсь, что хакер потребует Перевести деньги на карту А потом уже дистанционно их снимет Что же делать? Ну, еще два с половиной дня Мы работаем Вот, возьмите, пожалуйста У меня старенький остался Для дома хватит Вы пока на время Старенький от интернета Тоже отключите А информацию, ну, через флешку переносите Хорошая мысль Дима, я пробила адрес Там проживает Илья Шинаурин Он раньше работал системным администратором в банке А сейчас? А сейчас его место работы неизвестно Но это не главное Знаешь, на ком он был женат? На ком? На любовнице Карташова Вон как? Угу Ну, звонили Алексею Викторовичу? Да, уже Да Так значит, все-таки любовница Я понял Угу Угу, я понял Ну, будьте в офисе, я скоро подъеду А вы были правы Запись велась с компьютера Бывшего мужа вашей любовницы Да Значит, вы нашли Так поехали его брать Ну, хакеры ведут ночной выбор жизни Поэтому брать его надо рано утром Когда они ничего не соображают Угу Обещайте мне, что завтра это все кончится Я ничего не могу вам обещать Как-то быстро все это разрешилось Ну, необычно Мы помощники частного детектива Я думал, вы соседи снизу Уходите Это незаконное вторжение в квартиру закон послушного гражданина Я сейчас полицию вызову Не надо нам рассказывать Ты нас сам впустил Анечка, ты только посмотри Что у нашего законопослушного гражданина на столе Скиммер Устройство для считывания кода С кредитных карт Да не работает этот скиммер Приятелю дал починить Серьезно? Да Проверим Дома у себя команды Тихо, лежи Анечка, проверь, пожалуйста Ничего себе, ботан Диман, работает Работает Что скажешь по этому поводу? Ладно, ладно Чего надо? Нам надо знать Как вы с Ириной Савельевой Придумали шантажировать Карташова Это же твоя бывшая жена Я правильно понимаю? Какой это шантаж? Я ничего не знаю Опа А это что? А? Иди сюда Ну Ничего здесь такого Ну фотки Ну, жена моя, Ирка, бывшая Я правда никого не шантажировал Честно Ты ему веришь? Нет Я тоже Нам надо проверить ваш жесткий диск Спокойно Мы его изымаем Как только проверим Вернем И перестань заниматься Этой ерундой Сядешь Здравствуйте, Алексей Викторович Ну, как? Все получилось? Шнаурин все отрицает А улик пока никаких нет Но вы же говорили, что IP-адрес компьютера В мелых руках IP-адрес может быть представным Так Тогда я знаю, что делать Ирина, зайди ко мне, пожалуйста Или ты сейчас же признаешься, что вы с мужем затеяли всю эту гадость И тогда уволишься по собственному желанию Или я вас обоих упеку в тюрьму Боренька Борис Семенович Я с Ильей уже сто лет не общаюсь Ну, это не я, поверьте Ну, правда Семенович, прошу прощения, мне нужно идти А с тобой мы позже поговорим Я вчера в квартире Карташова камеру установил Но к нему иногда коллеги заходят Мало ли что Так что иногда приглядывайте Хорошо Борис Семенович, вы же на встречу поехали Вот именно Посмотрите, как прошла эта встреча Вас что, опять снимали? И снова требуют взятки Так, передача взятки должностному лицу будет отправлена в компетентные органы Или приготовьте 4 миллиона Ректор ВУЗа дает взятку Но ведь обычно наоборот бывает Извините В принципе Взятку могут давать За дополнительное выделение бюджетных средств Дополнительное оснащение Дополнительных мест Но никак не рубая Он не занимается ни распределением мест Ни материальными затратами Да что же вы ему тогда передали? Документы На участие в степениальной программе Которая дает возможность Нашим студентам пройти курс обучения за границей Ну, я слышал про такие программы Они позволяют еще оплатить проживание Да, у нас есть способные студенты Но с весьма ограниченными материальными возможностями Так что это было не взятка Зачем мне проблемы накануне переизбрания ректора? Ну, а кто мог сделать эту запись? Ведь никто не знал о нашей встрече Даже секретарш А где вы договаривались об этой встрече? Ну, о месте, о времени? Ну, дома? Ну, в принципе, вас могли прослушать с домашнего ноутбука А потом уже проводить Какой ужас Остается последний день А результатов в ноль Ну, почему последний день? Еще целый день Не паникуйте, Борис Семенович Вечером Насонов возвращался домой И время от времени поглядывал на компьютер На который было выведено видео из квартиры клиента Садись Садись, нам надо поговорить Свет, тут такое дело, понимаешь В общем, меня шантажируют В общем, меня засняли с любовницы и якобы задачу взятки Требуют четыре миллиона рублей С любовницы Продолжай Это все Я нанял частного детектива Он сейчас ищет шантажиста Ведь мы накануне выборов реактора Свет, я прошу тебя, прости, бес попутал Но с ней все кончено, все, клянусь Да, как ты мог Я за тобой в больнице ухаживала Я ночей не спала За твоим кардиостимулятором Моталась в Германию А ты, ты развлекался с какой-то вертихвосткой Да? Я подаю на развод Светик, прости, прости, Светик Ну, только не развод, слышишь? Только не развод Ты мне нужна Ну, когда я был простым профессором Ну, я был счастлив, Свет Ну, вспомни, мы ходили в театр, в гости Ну, с Венчиком на рыбалку ездили Да к черту шантажиста К черту ректорства Свет, ну Ну, только не бросай меня, ты мне нужна, слышишь? Ну, ладно, ладно, спокойно, все Остановись, все, все нормально Все в порядке Все, все, все Скажи, ты меня простила? Точно простила? Свет, как камень из души Ну, господи, хорошо-то так Сейчас, сейчас Смотри Отсылай куда хочешь Денег ты не получишь Тварь Все Ты не пожалеешь Не пожалеешь? Наоборот, я счастлив Ну, ну, ну Все, ну Все, не будет больше интриг, нервов, понимаешь, да? Новая жизнь Ну, наконец-то я больше Ну, найду времени для тебя, для Настеньки Да, вот это правильно, вот это правильно Так Да Алексей Викторович Я благодарю вас за беспокойство и поддержку Но Прошу вас прекратить преследование шантажиста Да, я снимаю свою гандитатуру с поста ректора Гонорары вам перечислю позже, не беспокойтесь Я не советую вам это делать Но, как говорится, дело ваш, хозяин-барин Всего вам доброго Ну что, господа сыщики Плохо работаем Клиент отказался от наших услуг Да нормально мы работаем Я изучил жесткий диск шинаурина Нашел там вирус в переписке с неким тротом Возможно, через этого трота его и подставили с Ириной К тому же, еще непонятно, кто такой этот трот Либо это очередной подставной компьютер Либо хакер, который все это организовал Ну, вы на самом деле молодцы Говорю это серьезно Возможно, это нам пригодится в дальнейшем Ну, в каких-то других делах А с этим делом все Дело закрыто и не самым лучшим образом Детективы продолжают поиски человека Который шантажирует ректора архитектурно-строительного вуза Шантажист требует огромную сумму денег Иначе компрометирующее видео отошлет жене и выложит в интернет Карташов решает во всем признаться супруге И не идти на поводу у шантажиста Борис Семенович, не ожидал вас увидеть Но проходите, присаживайтесь Что случилось? Вы были совершенно правы Я слишком рано попросил вас остановить расследование Посмотрите, что пришло на телефон моей жены Завтра 4 миллиона или твой муж умрет Деньги нужно положить на свою карточку Зайти в онлайн-банк И сообщить код в ответ на это сообщение И вы в это верите? То есть вы хотите сказать, что у шантажиста с вами ничего не получилось И теперь он решил запугать вашу жену? Так, что ли? Дело в том, что сейчас на перекрестке Мне чуть машина не сбила Когда я к вам сюда шел Это было предупреждение? Ну, с предупреждением мы разберемся На каком перекрестке это было? Здесь недалеко, возле супермаркета Что случилось? Вам плохо? Может, вам какие-нибудь таблеточки сердечные дать? У нас есть? Нет-нет, спасибо Это не поможет у меня кардиостимулятор Да, кстати, в вашем кардиостимуляторе Я хотел бы посмотреть инструкцию по его применению У вас какая модель? Самая последняя Инструкция находится дома Но почему вы задаете эти вопросы? Какое это имеет отношение к нашему делу? Я пока не знаю Значит, делаем так Ань, с тебя Видеозапись камер на перекрестке Ну, где пешеходный переход Дим, ты продолжай заниматься тротом Собирай на нее информацию Ну, а мы с вашим позволением к вам домой Держи Возвращаю тебе твое имущество На нем, кстати, вирус Вирус? Не может быть Вот я облажался Меня использовали в цепи подставных компов Ты это имел в виду? Ты трота знаешь? Да, конечно Крутой хайкер Лично не знаком Только слышал О нем легенды ходят Компьютерный гений А как его найти? Неизвестно Никто лично его не видел Понятно Что ничего не понятно Ладно, я пошел Ты борись с вирусом Крутой у вас кардиостимулятор С трансмиттером? Да Это последнее поколение кардиостимуляторов Трансмиттер подключается к сети интернет через вай-фай И взаимодействует с вшитым кардиостимулятором Да Врач может дистанционно взаимодействовать с кардиостимулятором И менять его настройки, если нужно Дистанционно менять настройки Что вы сказали? Наверное, это очень удобно Дистанционно менять настройки Ну, не только для врача и пациента А где у вас установлен трансмиттер? А у меня в спальне Хотите, я вам покажу? Я его прячу, чтобы мои не подумали, что я человек-киборг Пойдемте У меня все плохо Что случилось? Мифический трот не поддался? Да Никто о нем ничего не знает Ни как зовут, ни где живет, ни кто такой Хотя все о нем все слышали А у меня хорошая новость Я отсмотрела видео с дорожных камер Знаешь, кто вел машину, которая чуть не сбила нашего клиента? Блондинка Да я догадаю А машину ей подарили вместе с правами, да? Да, водитель-новичок К тому же она еще по телефону разговаривала Совпадение? Да я думаю, что совпадение Никто нарочно Карташова сбивать не хотел Здесь опять тупик Интересно, как дела у Алексея Викторовича? Так, вот Пожалуйста Извините, я сейчас отвечу У меня к вам просьба Завтра воскресенье Пригласите жену куда-нибудь в театр, ну или в кино С удовольствием А зачем? Если я прав, я все вам расскажу Ну а если не прав, кино хотя бы посмотрите Хорошо, приглашу Только обязательно сделайте так, чтобы об этом узнала ваша дочь Хорошо, но зачем? Вы меня пугаете Да не переживайте Просто сделайте так, как я вас прошу Не задавайте лишних вопросов Пожалуйста Ладно А что с деньгами собирать? Ведь большая сумма Трудно собрать Нет, деньги пока не собирайте У меня к вам еще одна просьба Мне понадобится ключи от вашей квартиры Я верну вам сразу, как вы вернетесь к кино Хорошо, принесу На следующий день Карташов с женой ушли в кино на дневной сеанс А детективы вели наблюдение за их квартирой Все ушли, не пасим Тогда не будем терять времени Вдой в душ, я за тобой Жду тебя, любимый Сейчас, сейчас Ты только пену для ванны сделай Поваляемся А что значит? Трансмиттер Это трот собственной персоной Да ладно Сейчас увидишь Сереж, ты там скоро? Сейчас, сейчас, котенок Пошли Хорошо А теперь аккуратно спускаемся Не разбейся, трот Ну что? Не получилось у тебя дистанционно? Перенастроить трансмиттер, да? Тяжело это сделать А еще тяжелее, если он выключен из сети А из сети его выключил я А вы кто такие? И что происходит здесь? Я частный детектив А твой отец Попросил поймать вымогателя Вот он перед тобой, полюбуйся Сергей Барсуков Ну или трот Как будет удобно Вымогал деньги у твоего отца Угрожал его жизни и здоровью Что? Я вам не верю Отпустите, Сергей Я сейчас полицию вызову Я пришел в гости к своей девушке Все остальное это ваши домыслы А здесь наверху что делал? Наушники искал Потерял недавно Да ты что? А ты знаешь, что в квартире стоят камеры Что на трансмиттере твои отпечатки пальцев? Ты трансмиттер в сеть хотел включить Сереж, а зачем тебе папин трансмиттер? Я тебе сейчас все объясню С помощью этого трансмиттера Можно управлять кардиостимулятором Который стоит у твоего отца Управляет он через сеть интернета И как любое устройство Подключенное к интернету Достаточно уязвим Если твой отец не заплатит Этому молодому человеку 4 миллиона То он может устроить ему сердечный приступ Или даже вообще убить Сереж, это правда? Что так деньги нужны? Деньги нужны всем Но в данном случае деньги не главное У меня свои счеты Карташову Борису Семеновичу Какие у тебя счеты? Он убил моего отца И скрылся с места преступления Если бы он тогда ему помог Отец был бы жив Это было 7 лет назад в Боретово У нас там дача Да Отец поехал туда на рыбалку В его крови нашли алкоголь Никто и париться не стал Сказали, мол, сам виноват Сам бросился под колеса За рулем тогда была я Я села за руль без спроса Машина покатилась при горке И я не смогла ее удержать Выскочить я успела Автомобиль свалился в воду И утащил с собой рыбака Когда родители приехали Видели, что машины нет Мне, конечно, пришлось во всем признаться Нет, нет, я тебе не верю Ты его просто выгораживаешь Давайте спросим у Бориса Семеновича Что он думал по этому поводу Я хочу поговорить с ним С глазу на глаз Ну пойдем, подождем его на улице Детектив Насонов Коротко рассказал клиенту Историю Сергея Барсукова А это то, что я узнал от него и от Настя Ага А теперь Сергей хочет с вами поговорить Ну давайте встретимся в вашем дворе Да, все, отлично, будем ждать вас Да не держи ты Не убегу Боря, беги Помогите, кто-нибудь Ты хоть понимаешь, что ты сделал, тварь Отпустите его, Алексей Викторович Сереж, ну, ударь меня Ударь, тебе же легче будет, ну Серж, я хотел попросить прощения Да, в этот момент я думал только о своей дочери Как ее уберечь Мне в голову не пришло, ну, посетить вас с матерью Попросить прощения, предложить помощь, ну, что-то еще Я вам не верю А зря Это действительно был несчастный случай Безответственный поступок подростка Настя, она никого не хотела убивать Ну, Борис просто взял вину на себя Ну да Типа получил права недавно Якобы хотел на даче у себя попрактиковаться Но не справился с управлением Что там? Статья о причинении смерти по неосторожности Фигня Всего-навсего исправительные работы А моего отца нет Да, по неосторожности и глупости А вот ты действительно хладнокровно готовил убийство Я звоню в полицию Свет, я прошу тебя, не надо Настя будет против, я тоже Напрасно вы так благодушны, Борис Семенович Все-таки покушение на убийство, серьезная статья Я знаю Но нет Алексей Викторович, большое вам спасибо, что Спасли мою жизнь Карташов не стал писать заявление в полицию на Сергея Барсукова Настя и Сергей больше не встречаются Пятый канал представляет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Света! Светочка! К детективам обратилась продавщица супермаркета Людмила Сёна Её сын Михаил, студент Стал главным подозреваемым в совершении убийства Людмила Васильевна, вы толком объясните Что произошло? Ну, кого убили-то? И почему подозревают вашего сына? Его девушка погибла Света или еда Из окна 17-го этажа выпало Я читал про это в новостях Но там у полиции версия, что это несчастный случай Они нашли в квартире на подоконнике тазик с мыльной водой и тряпку И есть предположение, что она мыла окно и по неосторожности выпало Да, сначала они так и думали А потом сказали Есть подозрение, что это Миша и её А откуда взялось это подозрение? Брат Светин, Ярик, Ярослав Сказал, не позволю дело на тормоза спустить Консьержка видела, как Миша в то утро в подъезд входил Как раз минут за 15 до того, как всё случилось А потом выскочил оттуда, как ошпаренный Скажите, а над подъездом есть камера видеонаблюдения? Есть На записи всё, как консьержка говорила Ну а где сейчас Михаил? Дома Он под подпиской о невыезде Поговорите с ним Я на вас только надеюсь Хорошо Поедем, поговорим А вы пока оставайтесь в офисе Если что, я позвоню Хорошо Прошу вас Скажите, Михаил, а вы со Светланой давно знакомы? Мы всего полгода знакомы Она в нашем институте учится В смысле, училась На два курса младше меня Спасибо И как складывались ваши отношения? По-разному Она до меня с Виталькой Мещеряковым встречалась Это сосед её Они на одной площадке жили И я не знаю, что там было Но соседи говорили, что она и при мне с ним путаться продолжала Видели их несколько раз вместе Так может, ничего серьёзного-то и не было Ну мало ли, встретились, поговорили Да я откуда знаю, было или не было Я в тот день-то и пришёл, чтобы окончательно во всём разобраться Опять тебя с Мещеряковым застукали Старухи на лавке болтают, будто он тебя даже за руку хватал А тебе делать больше нечего, кроме того, как сплетни собирать Так правда или нет? Ну правда, хватал Он же придурок, ты знаешь Никак не отвяжется А если ты сама его на это подбиваешь, а? Слушай, ты задрал меня своими подозрениями Никак свою Маринку забыть не можешь Да ты всё выдумываешь, это неправда Так, как и ты Иди ты, без тебя обойдусь Иди, иди И не звони мне больше Вот так и разругались Ну и с того дня я её больше не видел А как ты узнал, что она погибла? Ярик позвонил Я, честно сказать, сильно испугался Ну, сопоставил факты и понял, что в первую-то очередь на меня подумают Ну и соврал в полиции, что уже неделю с ней не виделся Только хуже себе сделал Они сразу показания консьержки предъявили И записи с камерой Я же любил её Ну, я не убивал её Ничего, будем искать настоящего убийцу Дим, ну что вы, двигайтесь Есть для вас работа По заданию детектива Лукина Дмитрий встретился с пенсионеркой Елизаветой Грушиной Которая первой обнаружила погибшую Светлану Ильину Вот здесь она лежала А вы полицию сразу вызвали? Откуда? Я столбенела И кричать начала, орать начала На помощь звать Выбежал наш сосед, он врач Потрогала её Конец Вот тогда Только мы вызвали полицию Скажите, а вы Светлану хорошо знали? Да У них семья Не бедная Но они не афишировали А папа Ой Как же он Светочку любил Как он любил Светочку А кто он? Он? Директор цементного завода Вот с этого цемента Он квартиру Светочке купил в подарок Она же умница была невероятная Сразу после школы Она поступила в институт Вот папочка ей квартиру и подарил Из которой она выпала Бедненькая Скажите, а вы не Михаила Сёмина Парня Светланы знаете? Этого нет А вот Виталька у Мещерякова Который до этого в Мешке был Да Он Не как пережить его Как такой красавец А его бросили Угрожал и преследовал Преследовал и угрожал Я сама слышала Света Свет, постой Чего хотел? Мне некогда Я на лекции опаздываю Да подождут твои лекции Ты о чём вообще? Слушай Погуляла с этим хмырём Характер показала Может хватит? Если сама не вернёшься Я тебе силой верну Пусти И запомни Между нами всё кончено Понял? Ты хорошо подумала Да Ладно Пожалеешь ещё Вот несчастная семья Только с одним горем Справились И вот Пожалуйста А с каким горем? Так папа Светочкин Умер два месяца тому назад Он вообще-то сердечник был Всё маялся-маялся А потом его одного нашли в квартире мёртвом Инфаркт? О, если бы Переборщил с лекарствами Так врачи сказали Тем временем помощница детектива Лукина Беседовала с матерью погибшей Светланы Тамарой Ильиной Мне уже тоже недолго осталось Болею я Ну что вы такое говорите У вас же ещё сын есть Да Только он меня на земле и держит А вон старший Свет Да Ему 32 Я Ярика в 19 лет родила За сокурсника своего замуж выскочила А он потом меня бросил Ну значит, получается, Ярик жил без отца, да? Мы вдвоём жили Только он и я Потом Фёдора встретила Ему тогда уже хорошо за 40 было Вышла за него Свету родила Вот так и жили Пока он не умер Соседи болтают, что сам руки на себя наложил Но вы не верьте Не было у него причин Мы очень дружно жили А ваши дети? Всегда дружили Ярик, он экономически закончил В торговой фирме руководит отделом А он меня молодец А Света Мечтала юристом стать Но не доучилась Не успела Тамара Эдуардовна, вы меня простите Я вас расстроила своими вопросами Нет Не вы Это судьба такая Теперь уже ничего не исправится После разговора с Михаилом Сёмином Детектив Лукин встретился с Ярославом Панкратовым Возле офиса торговой фирмы Где тот работал в экономическом отделе Скажите, а вам ваша работа нравится? Нормальная Не люблю только когда понукают Вот то, чему мой покойный Тоже любил начальника включить Скажите откровенно, вы ведь его недолюбливали А с чего мне было его любить? Я для него был чужой Он меня даже не усыновил Говорил, что у меня отец родной есть А я его даже не видел Он ушёл, мне год не было К детективам обращается мать Михаила Сёмина Которого подозревают в убийстве Светланы Ильиной Девушка разбилась, выпав из окна своей квартиры Полиция предполагала, что имел место несчастный случай Но выяснилось, что незадолго до трагедии К Светлане приходил Михаил И между ними произошла ссора на почве ревности Я вот что хотел спросить-то А почему вы так уверены, что Светлану убили? Света осторожная очень Не могла она просто так взять и подскользнуться И всё? Ну а что ещё надо? Света нервничала последнее время Постоянно психовала Из-за чего? Не знаете? Думаю, за Мишки Она не любила говорить на эту тему Даже с родными Понятно Ну, спасибо вам за разговор Извините, что отрога от работы Ничего страшного Ну, в общем, алиби у Михаила Сёмина нет В полиции, конечно, зафиксировали звонок Грушиной Но, как говорится, до минуты нам неизвестно Когда именно Светлана выпала из окна Да, Грушина мне сказала, что полицию вызвала не сразу, а через некоторое время Ну, в общем, чтобы доказать невиновность Михаила Нам нужно найти настоящего убийцу Конечно, если это было убийство Виталий Мещеряков Он угрожал Светлане Преследовал её И живёт с ней на одной лестничной площадке Я тоже, кстати, о нём подумал Его передвижение не могла зафиксировать Ни камеры наблюдения, ни консьерж Ну, версия, конечно, шаткая Но проверить стоит Так что действуй Помощник детектива Лукина застал Виталия Мещерякова дома Скажите, где вы были в тот день, когда погибла Светлана и Лина? А вы что, меня подозреваете? Ну, вы даёте Ну, тем не менее Мне просто кажется, что скоро к вам с этим вопросом подъедет полиция Ну, пускай подъезжает У меня в тот день выходной был Я помогал соседу делать ремонт Если хотите, можете спросить его Он подтвердит Ну, а кроме соседа с вами кто-то ещё был? Были ещё двое Соседа где-то на стороне нашёл Но я даже их имён не знаю Это чтобы вы не подумали, что это мои кореша Нарочно меня отмазывают Угу Хорошо Тогда фамилия соседа и номер квартиры Никодимов Он живёт в 105-й квартире Проверяйте, если хотите Проверим Обязательно Всего доброго До свидания Игорь Петрович У Мещерякова алиби С соседа и двое рабочих подтвердили Что он пришёл к ним в 10 утра И проработал где-то до полудня Значит, Виталий Светлану не убивал У вас есть другая версия? Пока нет Но, надеюсь, скоро будет Ладно, я к Сёминам хочу ещё раз с Михаилом поговорить Михаил, а вы не могли бы мне поподробнее что-то рассказать о Светлане? Чем она жила? Вот, отец Светланы был бизнесменом То есть они не бедствовали Так, может, у неё завистники были? Ну, насчёт завистников я не знаю А вот завистницы Вот, отсюда поподробнее Ну, это не то, что вы думаете Это не из-за денег В общем, есть такая Марина Колотова Мы с ней мутили, пока я Свету не встретил Ну, и дальше что? Ну, я сказал Маринке, типа, извини, нам надо расстаться Ну, красиво так сказал, как в книжках пишут Ну, и она обиделась Надо думать Ну, переживала очень сильно Говорила, что любыми путями меня вернёт Но только я для себя уже всё решил, так что... Всё А контакт этой Марине у тебя сохранился? Да, 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 конечно И желательно фотографию Да, да Вот Когда Игорь Петрович приехал к Ильиным Ярослав как раз собирался в бюро ритуальных услуг Спасибо, Ярик Мне сейчас есть и хочется Ты иди Я тебе позвоню До свидания До свидания Сын у вас какой заботливый Я вам говорила Света, она папина дочка была А Ярик, он всю жизнь на меня держится Не представляю, как он один будет А почему же он не женат? Вроде образованный, симпатичный Он весь в работе Да и меня оставлять не хочет Говорит, кто же тебе ещё поможет Вот и в тот день он рядом был Это в день гибели Светланы Это в день гибели Светланы? Да Завтра похороны Ярик, он в бюро ритуальных услуг поехал Ещё раз, примите мои соболезнования Вот и Света за Федей ушла Он так её любил Даже свою долю имущества ей освещал А она об этом узнала ещё при его жизни или уже потом? При жизни, конечно Он ей по секрету рассказал А она не удержалась Мне шепнула Понятно А как же Ярик мог быть с вами в то утро? Он же должен быть на работе День-то был будний А мне с утра плохо стало И Ярик на работу позвонил И взял отгул И всё утро был со мной Понятно Ну хорошо, Тамара Эдуардовна Не буду вас утомлять Пойду Всего доброго До свидания Держи Запись с камеры наблюдения на подъездном Ильиных У следователя взял А зачем она нам? Мы ведь про Михаила всё знаем Про Виталия тоже Меня сейчас больше интересует Марина Колотова Бывшая девушка Михаила Вот её фотография Надо посмотреть Не входила ли она в тот день в подъезд Ну а что, должна была? Я не знаю Знаю только, что она Михаила к Светлане ревновала Угу Давай Ну да, вот И судя по записи, она зашла За десять минут до гибели Светланы А в это время у Светланы был Михаил Он же ведь раньше пришёл Ну, она могла услышать, как Светлана ссорится с Михаилом Подождала, пока Михаил выйдет Зашла к Светлане, ну и... Так, вот Марина выходит Одиннадцать тридцать один Ну, это уже однозначно после гибели Светланы Значит, нужно с этой Мариной поговорить Мне Михаил дал её контакт Давай ты сама, Аня У тебя это лучше получится Ну, хорошо Через час помощница детектива Лукина встретилась с Мариной Колотовой Мы знаем, что ты приходила к Светлане в день её гибели К Светлане? Это кто вам сказал? У тебя зафиксировала камера на подъезде Да, я приходила, но не к Светке А к кому? К её матери, она живёт в том же подъезде, только на другом этаже А зачем ты приходила к Тамаре Эдуардовне? Хотела с ней про Светку поговорить Думала, она мне поможет На дочку подействует Глупо получилось, да? Ну, видимо, других способов вернуть Михаила у тебя же не осталось Ну, вы меня понимаете Тамара Эдуардовна, вы меня простите, что я вот так вот к вам Но мне очень нужна ваша помощь Ну, а я чем могу помочь? Вы что, разве не видите? Что Миша и Света, они не подходят друг к другу Это ещё почему? Да потому что Светка, она яркая Ей простор нужен, свобода, понимаете? А Миша по характеру домосед Мой дом, моя крепость Да он запрёт её в клетку Ну, это ты уж перегибаешь Да я не перегибаю, я с ним год встречалась Его характер изучила Да он Светку вашу не любит На деньги позарился Поговорите, потом же хуже будет Ничем я тебе, девочка, помочь не смогу Почему? Вас она послушает Я в её дела никогда не лезла И впредь не собираюсь Она уже девочка взрослая Своя голова на плечах имеется Пусть сама решает, с кем лучше Тамара Эдуардовна Извини Я тебя понимаю, но на дочь давить не буду Так что дело решённое Так я ни с чем и ушла А когда я из подъезда выходила Во дворе ничего подозрительного не заметила? Ну, я видела какую-то толпу Но я в своих мыслях была, быстро ушла А про Светку когда узнала? На следующее утро в интернете прочитала А Михаил разве тебе не позвонил, ничего не сообщил об этом? Вы что, мне не верите? Вы думаете, это я, Светку? Да вы что, господи Мы просто рассматриваем разные версии Ну, если у тебя есть алиби, это хорошо Я думаю, что Тамара Эдуардовна подтвердит, что ты была у неё Ну, конечно, позвоните ей, спросите Да не волнуйся-то, я тебе верю Алло, Игорь Петрович? Да, Ань, слушаю Хорошо, проверим А ты вот что, понаблюдай за Ярославом Давай Ну что, есть новости? Есть новости, и для тебя, кстати, новое задание Нужно собрать информацию на Ярослава Панкратова Ну, на брат Светланы А с ним-то что не так? Да понимаешь ли Аня поговорила с Мариной Колотовой Та и сообщила, что в то утро заходила к Тамаре И по её словам, Тамара была дома одна А мне-то Тамара сказала, что Ярослав был с ней целый день Типа на работе отгул взял Никуда от неё не отлучался Ну, значит, Марина врет И заходила она не к Тамаре, а к Светлане Значит, это нужно проверить Алло, Тамара Эдуардовна Лукин беспокоит У меня к вам всего один вопрос Скажите, вы знаете Марию Колотову? Колотову? Что-то не припомню А кто это? Ну, это бывшая девушка Михаила Сёмина Но он с ней встречался до того, как познакомился с вашей дочерью Что-то припоминаю Кажется, Света однажды упоминала это, имея в разговоре А в чём дело? Почему она вас интересует? А Марина утверждает, что в то утро Ну, когда со Светланой это случилось Заходила к вам, просила, чтобы вы поговорили с дочерью И чтобы она с Михаилом не встречалась Что за бред? Я впервые об этом слышу Значит, она к вам не заходила? Нет, конечно Это девушка лгунья Я бы на вашем месте повнимательнее к ней присмотрелась Солгала в одном, значит, может солгать и в другом Спасибо Я учту это Говорит, что Марина к ней не заходила Всё отрицает категорически Но я же говорю, врет Ну подожди, подожди, а Может, врет-то как раз не Марина, а Тамара? А зачем ей это? Я думаю, нужно устроить очную ставку Тогда сразу будет ясно, кто из них говорит неправду 20-летняя Светлана Ильина разбилась насмерть, выпав из окна своей квартиры Главным подозреваемым становится Михаил Сёмин Парень Светланы, с которым у неё за считанные минуты до гибели произошла крупная ссора Михаил утверждает, что не убивал Светлану Но это могла сделать из ревности его бывшая девушка Марина Колотова Алло, Марина Это частный детектив Лукин вас беспокоит Вы сегодня с моей помощницей разговаривали А я хотел бы с вами встретиться Хорошо, в 16.30 я подъеду Договорились Ну всё, давай, собирай информацию По заданию детектива Лукина Анна наблюдала за Ярославом Панкратовым Ты? Не думал тебя увидеть А я к тебе Хотел спросить, за что же ты меня так сильно ненавидишь? С чего ты решил, что я тебя ненавижу? А я знаю, что это ты полицию на меня навел Зачем? Потому что ты убил Свету Я её не убивал Можешь мне рассказывать А ещё надо мной насмехался Говорил, что я неудачник Теперь посмотрим, кто из нас кто Когда я такое говорил? Постоянно И Свету ещё против меня настраивал Думаешь, я не в курсе? Я же не со зла Теперь уже не важно Бывает Потому что ты убил Свету Я её не убивал Можешь мне рассказывать А ещё надо мной насмехался Говорил, что... Значит, что у Ярослава был зуб на Михаила И заметьте, что именно Ярослав был против той версии Что Светлана погибла по неосторожности Я это помню Дим, что у тебя? Ярослав полтора года назад уволился с работы И основал собственную фирму Деньги вложил из собственных сбережений Плюс часть добавила отчим Ну да, Ярослав говорил, что не любит, когда им командует Видимо, таким образом решил самоутвердиться Ну и что, получилось? Нет Прогорел почти сразу Фирму пришлось ликвидировать И вернуться на прежнюю работу Ну что, на этом успокоился? Снова нет Решил повторить попытку Но денег у него уже не оказалось А отчим ему в этом отказал Я представляю, как Ярослав обиделся Судя по всему, очень высокого о себе мнения Это да Ладно, мне пора к Марине Чувствую, что дело близится к развязке Тамара Эдуардовна Вот эта девушка утверждает Что приходила к вам в день гибели Светланы Ты верешь? Я тебя в глаза не видела Ну как же так? Мы же с вами разговаривали в этой самой комнате Не было такого Ты ко мне не приходила Слышите? Она все врет Я слышу Но я не вру Я была здесь Зачем вы обманываете? Пошла Бон Мерзавка Не верьте ни единому ее слову Но я не вру Вы слышите? Я не вру Извините Успокойся Пойдем Пойдем Ну ты так не нервнич Успокойся Все нормально Ничего же не случилось О, на ловца зверь бежит Как вы вовремя? А у меня к вам есть вопросик Какой? Эта девушка утверждает Что заходила к вам в квартиру В то утро, когда с вашей сестрой Несчастье случилось Вы ее не видели? А как он меня мог видеть Если его там не было? Странно Ведь вы же все время были рядом с мамой Никуда не отлучались Никуда не отлучался Я никого там не видел Это, наверное, какая-то ошибка Извините Вы... Вы мне не верите? Ну что ты Верю Конечно верю Ты успокойся Иди домой А мне здесь надо кое-что заделать Хорошо Сынок Что с тобой такое? Это детектив Чего он ко мне прикопался? Он ничего не знает И не узнает Я сказала ему Что Марины здесь не было При чем здесь Марина? Как при чем? Она же видела Что тебя не было в квартире Мам Ты чего-то не договариваешь? Ярик Я обо всем сразу догадалась Я заснула А ты ушел Я бы, может быть Ничего не заметила Но меня разбудила эта девица Тебя дома не было Потом она ушла Я снова задремала А потом появился ты На тебе лица не было Прибежали соседи И сказали Что Света разбилась Молчи Ярик Я никому ничего не скажу Это ужасно То, что случилось Со Светланой Но Ты у меня один остался И ты не виноват Это все Федор Он тебя не любил Вот и накликал Беду А вы Что вам надо? Мне все известно И мне нужна правда Достаточно уже лжи Что вы можете знать Да все Ты сам не отрицал Что отчима не любил Да и он тебя тоже А когда ты узнал Что отчим Все свое имущество Завещал Светлане Вот здесь ты не выдержал Вы хотите сказать Что Ярик Да я почти уверен Рабочее место В тот день Ну не хотела об этом Говорить при полиции Думала что это не важно Но мне удалось ее разговорить Так вот она видела Как ваш сын Вошел в квартиру Светланы Сразу после того Как оттуда вышел Михаил Нет Он был со мной Здесь Мам Бесполезно Я не хотел убивать Поговорить к ней зашел Давай быстрее Чего хотел Я Мишу жду Слушай Свет Отец твой умер Все теперь твое По завещанию Ну или скоро будет твоим Когда срок выйдет Не важно Зачем тебе столько А ты думаешь Ты один у нас такой умный А я дурочка с переулочкой И не знаю как деньги правильно потратить Я не это хотел сказать Тебе сейчас деньги без надобности Я Одолжи их мне Я фирму открою Развернусь А деньги потом тебе с процентом верну Ты уже один раз попробовал Помнишь что получилось Я все свои ошибки учел Такого не повторится Вот увидишь Нет Ярик Ничего я тебе не дам И верно отец сказал Что руководить фирмой не твое Даже Миша понял Отец сказал Миша понял Хотите чтобы я Всю жизнь вот так Прозебал На побегушку Уходи Слушать тебя противно Хорошо Я уйду Но это вам Просто так с рук не сойдет Хватит надо мной издеваться Иди иди Обидчивый Она меня так разозлила Она нервах Уборку затеяла Окна Открыла И достаточно-то было всего одного толчка Да И ты решил что все Все твои проблемы решатся И деньги через мать достанутся тебе И как раз Михаила подставишь Отомстишь ему Он же на тобой посмеялся всегда Так? Так Это же чудовищно Мужа потеряла Дочь потеряла Теперь и сын в тюрьму сядет За что мне такое Я думаю Я думаю, что тебе лучше самому Пойти в полицию Явка с повинной Чистосердечное признание Я думаю, тебе это Зачтется Ярослав осужден За убийство сестры Его причастность К смерти отчима Не была установлена Тамара Скончалась Вскоре после суда Над сыном Субтитры создавал DimaTorzok